всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео о пустых баночках у меня накопилось достаточно большое количество и перед новым годом я конечно хочу от этого всего избавиться одно и соответственно рассказать вам так как новогодних праздниках очень часто бывают какие-то скидки распродажи возможно берегу от каких-то покупок ненужных и возможно наоборот что-то вы подчеркнете для себя интересного так что кому интересна такая тема продолжайте смотреть ну давайте уже приступим сразу же первое с чего хочу начать это вот такие у меня закончились 2 прямо боди по 500 миллилитров от мицеллярная вода от биодерма я покупал их по акции они были две штучки вместе в общем она у меня стояла на туалетном столике другая стояла в ванной комнате и вот они мне наконец-то закончились мне хватило на год даже мне кажется может быть чуть больше честно особо не помню обожаю это не за лучшая мицеллярная вода не сушит кожу ничего но классно удаляет макияж также я люблю мицеллярную водичку марки la roche-pose гарнир и подобными там лореаль я не пользуюсь потому что они сушат мне очень сильно сушит область под глазками с этим я их не использую покупаю вот такие аптечные и очень-очень-очень довольна я думаю что в скором времени приобрету еще раз эту или от марки la roche-pose так как очень-очень нравится у меня закончилась вот такая пеночка от la biostatic это такая мягкая пеночка я не уже рассказывала которая макияж и загрязнения сильно она не удаляет я ее использовала по утрам для того чтобы она у нас и жить лицо и удалить остатки крема скажем так ночного для этого она годится но не более того то есть макияж она не смоет очень мягенько не сушит кожу в принципе довольно ну не знаю буду повторять или нет честно вот какого-то вау эффекта она мне не вызвала также от этой марки мне закончился вот такой тоник тоник мне понравился но он такой достаточно жесткий я бы сказала он очень хорошо именно на этапе завершения очищения кожи то есть когда вы смыли макияж умылись и протирайте кожу вот этим тоником потому что он действительно есть лишь если вы что-то где-то плохо сняли допустим макияж или из-за грязнения какие-то на коже то вот это вот удалить все до конца но он достаточно жесткий мне кажется хорошо подойдет для комбинированной жирной кожи при этом не сушит то есть принципе мне понравился и только потому что он жесткий я может быть приобрету его на лето потому что он прямо вот прямо жестко так очищает кожу если у вас кожа не сухая то я очень сильно рекомендую его на дальше давайте продолжим тему ухода за лицом закончился у меня вот такой крем для области вокруг глаз от марки abn вот такой вот кремушек он вообще насколько я помню он идет именно ночной крем он мне очень очень понравился заказывала я его на сайте фарма косметика и он а вы знаете если даже вы мало поспали то ярко выжил выраженных синяков не будет синяки как бы будут но не настолько все будет плохо именно вот с этим кремушком хорошо питает увлажняет но глубокие морщины конечно же он не разгладит но хорошо напитывает возможно даже я его потом повторю но у меня просто я люблю пробовать все новые новые продукты поэтому даже не знаю может быть и не вернусь к этому крему также у меня закончилась вот такая сыворотка от марки янсон тут на самом деле у меня уже стерлась название это тоже по моему ночная сыворотка была 30 миллилитров но таких баночках у них очень много разных видов сыворотки это именно идет анти-эйдж сыворотка классная супер мне вообще очень очень понравилось очень хорошо питает увлажняет даже не знаю как-то слегка разглаживает мне на очень сильно понравилось я прям с удовольствием не пользовалась хватило мне надолго потому что одного нажатия ну где-то может быть даже полтора мне хватало на то чтобы нанести на всю кожу лица и шею очень мне нравится вообще очень люблю марку янсон особенности ихные сыворотки в том числе ампульные если вы для себя ищите какую-то хорошую рабочую косметику я очень рекомендую присмотреться к этой вообще марки потому что она просто потрясающе также от этой марки у меня закончился вот такой крем дневной я его показывала уже не раз есть это перекладывала крем от холиленд так он на самом деле белый этот крем вообще предназначен для защиты кожи то есть это дневной защиты кожи от морозов от каких-то перепадов температур и так далее но я могу сказать мне обладательница сухой кожи на зиму этого крема мало то есть он мало мне увлажняет но я его использовала летом осенью начале весны тоже и мне он очень на этот период нравился то есть мне кажется на осень это вот прям потрясающий крем или если у вас нормальная кожа то я вам рекомендую в качестве защитного крема на зиму он очень хорошо увлажняет не дает жирного блеска не знаю у меня он впитывался на ура вообще очень хороший кремушек но марка янсен вообще конечно очень нравится очень классно практически все продукты вот этой марки по крайней мере все что я пробовала мне очень и очень нравилось от этой марки также у меня закончились такие всякие масочки корейские я очень люблю маски вот от этой марки дизао очень они классные они очень хорошо напитанные они того размера который мне нравится вот это вот у меня маска для области вокруг глаз я покупала такой большой набор и там была вот эта маска для области вокруг глаз в том числе я не знаю вот лучше этих масок я не пробовала я не пробовала маски double wear вот эти у моего да их я не пробовала мне честно сказать жалко на них денег но вот эти дизао я очень сильно люблю мне они очень просто безумно нравится они действительно вот хорошо увлажняет подтягивают кожу и у них как раз таки вот у этой марки если брать маски для лица у них есть маски которые идут и на шею в том числе я очень за это их люблю вот эти корейские обычные неплохо увлажняют не более того я они дешевенькие то есть я покупаю чтобы вот ну слегка увлажнить кожу и больше я от них ничего не требуем также у меня закончилась моя любимейшая за маска от марки кора вот такая вот с пребиотиком до себе баланс пребиотиком она вообще идет для жирной проблемной комбинированной кожи у меня сухая кожа я использую с удовольствием она такая желтенькая ведь я даже разрезала и с ней кожа действительно становится чище меньше на много высыпаний каких-то при этом она не сушит кожу не не знаю как то вот даже ну просто потрясающая для меня маска я ее покупают не первый у меня тюбик и я буду покупать ее снова и снова потому что она действительно приводит кожу как-то вот в порядок особенности если какие-то такие ситуации и вы немножко подзабили на уход потом нанести вот эту масочку она очень хорошо очистит кожу и не даст никаким высыпанием вылезти и тому подобное я ее обожаю обязательно себе куплю и вам тоже очень рекомендую кстати когда я снимала видео на тему вот этой марки кора мне многие девочки тоже писали что эта маска нравится в том числе то есть если вы обладатель нормальной кожи даже сухой кожи все равно очень сильно я рекомендую эту масочку она называется маска себе баланс пребиотиками так что девочки обязательно присмотритесь к ней также у меня закончилась вот такая увлажняющая маска это даже увлажняющая успокаивающая маска от марки инспирио абсолютно это тоже немецкое производство этой марки в общем я от нее не в восторге она не дает хорошее увлажнение она да действительно хорошо успокаивает ее можно наносить точнее рекомендуется наносить на ночь то есть перед сном нанесли она впиталась она такая как легенький крем ушек но вот как то вот мне до покраснение хорошо убирает но вот есть маски получше за ту же стоимость это не бюджетная маска поэтому в принципе я ее не рекомендую несмотря на то что все таки она убирает покраснение но есть маски получше также у меня закончилась вот такая маска сочная от крымской косметики я уже не рассказывала и даже не стала разрезать она мне не понравилась она ничего вообще не делает на лице она идет у меня для сухой кожи с персиком в общем она избавляет от сухости и раздражения ничего она не делает смыли маску и как будто бы вообще никакую маску не наносили вот ее с горем пополам добила и больше не буду приобретать это точно также закончился мой любимый и любимый многими скраб от чистой линии с абрикосовыми косточками и несмотря на то что он такой дешевенький я все равно его разрезала очень сильно люблю и обязательно себе приобрету еще я пользуюсь но наверное лет с 15 этим скрабом и просто его обожаю раньше он был в таком металлическом тюбике я я не знаю что может быть лучше это просто супер продукт также для лица у меня закончился точнее я выбрасываю вот такое средство которое как бы для подсушивания подлечивания каких-то высыпаний это жуткий ужас он у меня уже больше года лежит и я подумала что нужно выбросить то есть он какой он такой реально как вот замазка то есть как шпаклевка какая-то он не высыхает ничего не происходит он его как бы нужно наносить на ночь но если вы нанесете на ночь то все это останется на подушке на волосах при этом прыщики он вообще никак не лечит более того он даже их ну то есть дайте не бывают такие средства которые нанесете и как бы быстрее все это проходит быстрее весь мой скажем так выходит и так далее вот с этим средством такого нет не рекомендую вообще то есть ну вот выбрасываю больше половины у меня осталось и нет нет не буду такой выше приобретать также у меня закончился вот такой гель гиалурон я покупала его в магазине лента стоил он 4 рублей 30 или что-то типа того я использовала как маску это такой гель и он когда вы его наносите на кожу он слегка как будто бы пощипывает кожу и после того как вы умылись сухости никакой нет он конечно не сделает ничего волшебного не уберет морщины и покраснение и так далее и тому подобное но в качестве увлажняющей маски мне кстати очень даже понравился но в ленте я его больше не вижу как увижу я все приобрету еще раз потому что как увлажняющая маска еще раз говорю это неплохой вариант это у нас производством московской области изготавливает фирма зау зеленая дубрава вот такой вот гель если где-то увидите присмотритесь качестве увлажняющей маски еще раз повторюсь к очень хороший вариант и приступим к теме волос у меня закончился вот этот бальзам от виши питательно восстанавливающий бальзам для сухих и поврежденных волос питательное масло и комплекс аминокислот без парабенов без красителей я вообще обожаю от марки виши средства для волос они очень хорошо питают увлажняют волосы не знаю супер моя мама тоже очень любит марку виши в плане средств для волос и моя мама очень чувствительная кожа головы то есть любой какой-то такой шампунь вызывает у нее перхоть а вот с этими такого нет и я приобрету еще раз я пробовала много там линейками не мне все нравится так что марку виши я вам тоже для волос очень сильно рекомендую также у меня от марки для без статик закончилась вот такая увлажняющая маска мне она очень понравилась она действительно хорошо увлажняет сухие волосы они не путаются после маски не знаю не ломается она вообще вот для без статик мне очень понравилось но как мне кажется больше даже наверно подойдет для блондинок потому что именно вот направлено на устранение сухости ломкости если вы блондиночка я очень сильно рекомендую попробовать средства от этой марки у меня еще осталось два шампуня которые очень бережно промывают волосы и тоже очень мне нравится так что очень рекомендую и да я очень много говорю слова очень потому что у меня все очень также у меня закончился вот такой спрей это моя вторая или третья бутылочка и наверное я в скором времени себе приобрету еще потому что я понимаю что мне очень нравится это увлажняющий спрей-кондиционер с экстрактом алоэ он там единственный вот этот с алоэ именно который он очень хорошо увлажняет волосы вообще марку олин я тоже очень люблю из бюджетных таких профессиональных марка марок это наверное самая лучшая марка потому что средства стоит недорого работают на ура то есть это увлажняющий спрей-кондиционер с экстрактом алоэ очень рекомендую у кого путаются волосы кого сухие волосы я наносила его каждый день волосы не пачкают но в немного естественно да наносила на всю длину и потом расчесывала и тем самым не выдирала свои волосы и мне очень нравится волосы становятся не гладкие не элекатриализуются не пушатся но просто классное средство на каждый день вот такой спрей я тоже очень вам рекомендую так то осталось у меня декоративная косметика у меня закончилось две туши одна из них это аламку ланком я вам ее показывала я вам уже говорила что я на нее ругалась потому что она отпечатывается у нее очень удобно вот это вот щеточка вообще очень хорошо прокрашивает делает такие красивые реснички но поначалу она их склеивала как только я их купила под конец уже делала красивые ресницы но отпечатывается размазывается везде где только можно внизу наверху то есть не выдержит ни снег не дождь ничего это конечно для люксовой туши лично для меня недопустимо поэтому я больше я вообще сторону люксовых туши больше не смотрю также я по акции точнее не по акции а у меня был купон на 300 рублей приобретала вот такую тушь от марки буржуа я кстати как-то давно может лет 10 назад очень любила туши от марки буржуа и решила тоже попробовать плюс был купончик стоит этот уж без акции 700 рублей и она не стоит своих денег мне она не понравилась она поначалу также склеивала ресницы и она не делает их пушистыми делает их такими прямо объемными красивыми как например вот этот уж то которую я недавно себе приобрела она единственно что не отпечатывается не сыпется не растекается ничего с ней не происходит но ресницы такие ну него больше натуральные наверное такие ну даже то есть мне не понравилось я честно скажу я не рекомендую к покупке так же как и вот эту тушь от lancome это вообще просто но за такие деньги еще отпечатывается это вообще конечно кошмар также у меня наконец-то закончилось два средства от марки estee lauder у меня они были в миниатюрах это вот такой тональный крем и не консилер значит estee lauder double wear консилер и тональная основа я на самом деле очень сильно рекомендую эти средства и несмотря на то что я говорила что я не люблю плотную текстуру тональных основ я люблю такое более легенькая что-то серии bbc си крема или какой-нибудь не знаю тональной основы а-ля сыворотки но вот это средство на самом деле могу сказать меня покорила и чем дольше я им пользовалась тем больше я понимала что она классная его можно просто наносить чуть-чуть и распределять кистью или спонжем тогда покрытие будет менее плотным если наносить руками то она действительно становится плотным но какая же классная кожа с этим средством реально вот перекрываются недостатки держится целый день никуда не стекается не размазывается румяная или любая другая косметика которую вы наносите поверх и держится также целый день и это просто на самом деле классные два средства вот этот консилер я оттенки говорить не буду потому что у меня достаточно темные оттенки да он у меня тоже дабл в 10 что не может не радовать он не сушит кожу под глазами он никуда не забивается не стекается ничего вообще не происходит хорошо перекрывает снеги это просто вот классное средство я думаю что я себе приобрету я думаю что я все-таки приобрету себе как консилер так и тональную основу может просто чуть-чуть попозже потому что у меня сейчас есть другие консилеры и также хочу вам сказать меня спрашивают еще какие тональные основа мне еще нравится я могу сказать из таких что прямо вызвали вау у меня это вот это и также у меня была такая двоечка от марки бобби браун у меня вот этот консилер еще не закончился но вот из этой же линейки то есть вот такой вот в черной упаковке вот с такой вот штучечкой да есть еще у них тональная основа такая с пипеткой она больше подходит для возрастной кожи она с киауроновой кислотой дает такое менее плотное покрытие она дает просто потрясающую холеную красивую кожу тоже держится целый день вот я могу сказать бобби браун и вот эта двоечка теста лавдор это наверное лучшей тональной основы которую я пробовала и очень рекомендую попробовать и вам потому что она это класс вот это более плотное покрытие то есть если у вас какие-то несовершенства явные на коже очень сильно вам рекомендую попробовать вот и все мои пустые баночки в этом году на самом деле большинство средств которые мне очень сильно понравились и я вам конечно же тоже очень рекомендую я надеюсь это видео было для вас полезным и интересным девочки не забываем ухаживать за собой будьте всегда красивыми и любимыми всех люблю целую и до новых встреч